ДИНАРА САДЖАН Айда, как правильно, Кауменова или Кауменова? Бренд, дизайнером которого я являюсь, называется Аида Кауменова. Для чего? Для того, чтобы название было более запоминающимся. Потому что у нас в Казахстане на сегодняшний день уже точно есть три дизайнера, у которых имя на А, фамилия на К. То есть меня очень часто на улице путают и говорят, а, вы же Айгуль Косымова. Я говорю, нет, извините, я Аида Кауменова. Аида, мне кажется, что сегодня ты известна не только как дизайнер, ты стала частью казахстанского шоу-бизнеса, на нашего телевидения, сцены. Вот сколько интервью за последние три месяца ты дала? Меня, конечно, очень радует, Динара, то, что я действительно сейчас очень востребована. Ты же говоришь о том, что ты популярна. Конечно, это говорит о популярности, но я точно знаю, что эта популярность, она требует определенной собранности. Это ведь не с пустого места. Популярность – это ответственность. Ответственность прежде всего перед людьми, перед своими клиентами. И вообще перед тем, кто тебя вообще зовет на свою программу. Но при этом тебя можно увидеть не только в твоем модном доме, тебя очень часто можно увидеть в различных телевизионных проектах, на сцене, например, на президентской премии «Алтунсапа». То есть ты пела даже там. Да, был такой случай. Есть такое выражение. И оказаться в нужном месте в нужный час. И я думаю, что вот в этом плане, мне кажется, очень повезло. Я думаю, что именно моя профессия, именно мой труд и мое дело, оно сейчас такое, скажем так, на пике востребованности и популярности. Аида, скажите, что для вас значит красота и красиво одетый человек? И вообще, какую вы прежде всего для себя ставите задачу, когда создаете одежду? Создавая одежду, прежде всего, конечно, нужно мыслить не просто творчески, да, а понимать, что это нужно для себя четко выделять определенный сектор потребителя, да, потому что одежда бывает разная. Она бывает детская, она бывает гламурная, она бывает для полных, она бывает для подростков и так далее. Айда, вот каково это, когда ты носишь одежду собственного бренда, да, собственной марки? На тебе сейчас твоя одежда? Ну, конечно, конечно. И на мне, кстати, тоже ее одежда. Вообще, к этому я пришла просто, знаете, есть такое... Нет, какие чувства? Чувства? Ты видишь свой модный дом, ты видишь, что ее модный дом? Ну, у меня просто нет выбора, потому что я поняла, что мне действительно удобно в моей одежде. Ну, я заметила, Ида, что ты делаешь женщин женственными, более красивыми, но при этом сама одеваешься всегда скромно. Ну, не то чтобы скромно, да, а так, как мне удобно. Потому что мне очень часто приходится на работе, я же не могу прийти такая вся из себя стоять и любоваться целыми днями в зеркалке. Мышлой юбке, да. Да, я же не могу так прийти, так в бальном платье на работу. И вообще я понимаю, что по большому-то счету я слуга народа. Несмотря на то, что существует высокая мода, вы, дизайнеры, стараетесь изготавливать красивую, стильную, яркую одежду, но в основном, чаще мы видим людей однообразных, однообразно одетых, которые в основном, в общем-то, похожи друг на друга. Которые одеваются у Аиды Кауменовой. Нет. Людей, которые одеваются только вот в этом модном доме, да? Почему? Это, знаете, есть такое выражение, есть машины Мерседес и все остальные. Ты бы хотела, наверное, это сказать, Динара. Нет, на самом деле... Это нормально. Это нормально. Общая масса одевается, как правило, практично. Мы жители мегаполиса, да, мы ведем очень активный образ жизни. А ваша одежда непрактичная? Она практичная, но сейчас мы говорим про большую массу, да, скажем так, населения. Вот основная масса, существует такое понятие, как статистика. Это действительно так. И это не только у нас. Вообще, если сравнить нас и европейские страны, мы просто одеваемся суперярко. А вы свою статистику ведете? Вот вы, например, знаете, сколько в Казахстане человек носят вашу одежду? Ну, у нас не статистика, а мы мониторим. У нас есть определенная база клиентская, да, у нас есть обратная связь работы с клиентом. Вы довольны результатом? На сегодняшний день. Вы знаете, этот год, он вообще удивительный год. Я с каждым разом вижу результаты нашего труда. И это, конечно же, видно. Если, знаете, пять лет назад, когда ко мне приходили люди, женщины, как правило, это были клиентки очень такие, ну, знаете, такие продвинутые. Потому что пять лет назад было не очень актуально и модно одеваться у своих казахстанских дизайнеров. Но сейчас намного проще. То есть сейчас действительно люди приходят целенаправленно, и для них уже нет такого, знаете, вот типа, там, а почему это стоит столько, да, и я же могу пойти и купить, например, за такую же цену итальянский бренд, да, допустим. То есть не встает вообще этот вопрос. Айда, я сегодня написала в Твиттере о том, что мы будем брать у тебя интервью, что ты будешь гостем нашей программы. И поступают самые разные вопросы. Мы поговорили о твоей работе, и хотелось бы узнать. Вот люди интересуются, вы разная на публике и дома? Я настоящая. И я, это для меня очень важно, быть, жить здесь и сейчас, и быть искренней. Скажите, Аида, что вы обычно чувствуете, когда работаете над коллекцией? И вообще одежда должна или может влиять на мир, как внешний мир человека, так и внутренний? Одежда влияет на внутреннее состояние женщины. Внутреннее состояние женщины, её настроение меняет на её, влияет на её общий вид. А что, какие эмоции вы вкладываете в вашу работу? Ну, это обязательно какие-то эмоции, потому что невозможно делать что-то хорошо, если ты туда не вкладываешь эмоции, душу. Ну, прежде всего, женщина должна быть женственной, красивой, или всё-таки она должна быть мудрее или хитрее? Нет, я, создавая свои коллекции, я всегда представляю себе определённый типаж женщин, да? То есть это успешные, красивые, гармоничные женщины. Это всегда, каждый раз, какой-то новый образ. И всегда интересно и легче создавать что-то для... Когда ты точно знаешь определённую цель, и у тебя есть определённый образ, картинка. Айда, ты терпелива, потому что, мне кажется, это всё-таки немаловажное качество, да? Потому что, когда ты создаёшь коллекцию, есть ведь и индивидуальные пошивы, да? Когда нужно подобрать, то есть чтобы эта одежда, то твоё творение, тот наряд, который ты создаёшь, чтобы он понравился твоему клиенту. То есть люди же бывают разные, кому-то не нравится, кто-то хочет поуже, но при этом ты видишь, что не поуже, а пошире, например. Я думаю, что прежде всего... Бывает такое, что терпение просто вот уже на пике, и всё. И ты говоришь, нет, спасибо, я шить вам не буду. В моей практике за шесть лет было всего два случая, когда клиент отказался от платья. И ты отказалась, клиент отказался? Клиент, конечно, потому что у меня нет морального права отказываться от клиента. И вообще, знаете, я считаю, что прежде чем должно понравиться платье, или я клиенту... Люди, сначала люди должны понравиться друг другу, да. Это самое главное. Ну вот, кстати, про это я бы хотела отметить, что когда я познакомилась с Аидой, это произошло в столичном аэропорту, буквально вот случайно мы с ней встретились, и мы разговаривали, не зная друг друга, и через пять минут мне уже казалось, что я знаю Аиду всю жизнь. Вот как тебе это удаётся? То есть это уже психологически ты просто знаешь, да, и видишь, скажем, человека, да, и ты знаешь, какой к нему нужен подход? Или это же вот просто твоя заинтересованность в людях? Ну, я не думаю, что я уж столь хитра, когда... Что я владею просто, да, всеми... Я думаю, что это всё достаточно на уровне таком интуитивном. Есть просто то, что мы увидели, что мы, возможно, чем-то похожи, да, что мы какие-то вот... Знаете, это у животных точно так же. То есть... Ну, у вас были такие же чувства, как у Динары, да? Я не знаю, какие у неё были чувства, я точно знаю, что ей очень срочно нужно было пошить пиджаки для эфира. Да, для эфира, да. И у меня, конечно же, с собой не было никакой сантиметровой ленты, я просто её так пощупала и сказала, и я поняла, у вас 42 размер, хорошо, давайте созвонимся, и мы решим просто... 42, я хочу ответить советский. Скажите, Аит, а было такое, вот, когда женщина примеряет на себя одежду, да, вашу, и вы видите, что явно что-то не так, и вообще это... Ну, девушке нравится, да? Да, ну, клиенту нравится, да, а вы говорите, что вам это не подходит, давайте что-то другое, или вы понимаете, что это бизнес? Конечно, это основной девиз. Нет, это основной девиз. Те стилисты, которые предлагают и работают с моими клиентами, да, то есть не всегда я работаю с клиентами, то есть в наших магазинах работают наши стилисты-продавцы. Они, конечно же, прошли определенные тренинги, да, они понимают, что как... Ну, то есть они владеют определенными правилами, как нужно разговаривать с клиентом, да, но даже проходя мимо, если я вдруг вижу, что клиенту не идёт платье, то я обязательно об этом говорю. Но, вы знаете, это не так страшно, потому что у нас есть выбор, и я абсолютно уверена в том, что даже если ей это не подходит, платье, мы просто... Ей подойдёт другое. Мы подберём ей другое. То есть не так, что я сказала, что вам это не идёт, и пошла дальше. Нет, конечно же, я иду и беру именно тот наряд, который я считаю, что мне подойдёт, да. Айда, что тебе ближе, оппозиция или власть? И то, и другое для меня абсолютно что-то непонятное. Но я точно знаю, что есть определённые каноны, когда есть такое выражение, власть, которую поставил Бог для народа, то есть власть, которую имеет народ, народ эту власть заслуживает. И вообще во всех религиях это прописано о том, что власть даётся Богом. И смысл противоречить или быть недовольным, потому что, ну, значит, ты... А тебе вообще интересна политика? Я не очень в этом разбираюсь, честно. Но ты бы хотела себя видеть в политике в будущем? Нет, я бы хотела сделать как можно больше для своей страны, для своего народа. И изначально, когда... А что именно хотелось бы сделать? Ну, я мыслю как женщина. Я не хочу мыслить глобально, да, то есть я не могу изменить там какие-то глобальные проблемы, там, например, войны в Никарагуа, да, или голода, я не знаю. Я считаю, что женщина, она этим и отличается от мужчины, тем, что она может по капельке, понемножку менять мир. А что именно непонятно вам в политике? А, непонятно в политике? Ну, наверное, потому что... Или вам вообще это непонятно? Нет, я просто... Ну, ты же знаешь политиков наших? Конечно, знаю. И кто тебе нравится, кстати? Смакомбетов. И Манголин Ургалевич? Да. Аким город Астанал? Да. Ну, у тебя были личные с ним встречи? Нет, не было. То есть ты его видела только по телевизору? Да, по телевизору и... Ну, хотелось бы, наверное, да? Чего? Встречи. Встречи личной. Айда, раз уж мы заговорили о мужчинах, хотелось бы узнать, какой тип мужчин тебе нравится? Мне важно, чтобы мужчина был смелый, потому что смелость это в эпоху, скажем так, во времена, когда женщины стали достаточно сильными, и я не являюсь исключением, я это признаю. Каждый по-своему понимает смелость. А для вас что значит быть смелым мужчиной? Для меня смелый мужчина — это тот, который способен на смелые поступки. Потому что, знаете, есть логика. Есть иногда такие... какие-то жизненные ситуации, когда, как правило, мы все включаем логику. Но есть еще эмоции, да? И, наверное, для меня... Очень важно, чтобы мудрым был мужчина. Это как-то... Я даже не знаю, как это может быть, но если сказать коротко, без фанатизма, да? То есть мне кажется, в человеке должно быть как-то все достаточно гармонично. И учитывая, что я достаточно сильная женщина, я думаю, что для меня смелый мужчина — это тот, который сможет... Вообще, наверное, когда ты стоишь рядом с харизматичным и сильным мужчиной, тебе не нужно думать мозгами о том, что я оцениваю его или за что он тебе нравится. Ты просто это чувствуешь, чувствуешь кожей. Ты часто таких мужчин встречаешь, скажи честно? Ну, наверное, ты хотела сказать о том, что как часто ты не включаешь свои мозги. Не включаешь сердце. Просто, знаете, в жизни так много бывает ситуаций, когда ты просто держишь себя в таких рамках, и... Это тяжело, кстати, вот держать все время себя в рамках, потому что, когда становишься на путь... Нет, не тяжело, Динар, я объясню почему. Потому что держать себя в рамках — это не означает, что ты вот заковала себя в цепи, нет. Это же дисгармония. Когда ты четко понимаешь, что сегодня у тебя есть определенные встречи, у тебя есть определенные ситуации, и ты, я просыпаясь утром, примерно в голове их просматриваю, да, то есть я понимаю, что в два часа мне нужно быть там-то, да. И, как правило, конечно же, приходится не то, чтобы играть роль, да, но входить в ситуацию, потому что жить нужно здесь и сейчас. И разговаривать не с образом, не с тем, что ты придумала для себя, да, потому что именно в этот момент произойдет что-то не то. Все люди... Я считаю, когда ты приходишь на встречу и видишь человека, самое главное — прийти с открытым сердцем, заглянуть человеку в глаза, да, и вообще как-то мне кажется, что в нашем шумном мире мы иногда просто забываем слышать, слушать и слышать. А бывают случаи, когда вам не хочется смотреть человеку в глаза? Когда это все на потоке, на самом деле бывают такие моменты, да, когда, то есть у тебя куча встреч, и ты понимаешь, что... Нет, нет, так нельзя, нет, конечно нет. Я лучше отменю встречу, и либо, знаете, как это бывает, одному клиенту назначаешь в два, другому в четыре, другому в пять, но не все хором приходят в шесть. И в этот момент, конечно же, приходится подсуетиться. Ну как ты обычно реагируешь? То есть у тебя не бывает такого, что... Как будто бы они никогда пришли ко мне в гости, потому что я выросла и воспитывалась в небольшом городке, где это было нормально. Аида, в одном из ваших интервью я прочитала, где вы говорили, что вам в детстве приходилось очень часто менять школу, вы даже позволяли себе прогулы. Ну вот почему так получилось, почему вы часто меняли школу? Обычно в жизни это на психику ребенка не так положительно влияет, на успеваемость. Вообще, как все эти перемены отразились на вас? Я думаю, вполне успешно. Психически, то есть вы здоровы? Психически я здорова. Ну, на самом деле, это хороший был опыт. И, честно говоря, это мы сейчас думаем о том, а как это повлияет на психику ребенка. Тогда об этом никто не задумывался. Тогда был партийный папа и мама. И то есть понятие того, что куда направит партия... Куда направят, туда и едем. И у мамы не стояло вопроса о том, чтобы там... И вообще об этом не задумывался никто. А вы партийный человек? Нет, я не состою ни в какой партии. Не приглашали? Пока нет. Ну, если пригласят, да. Я с удовольствием. Все-таки здесь отвечаете на вопрос, власть или оппозиция? То есть могут приглашать либо с этого лагеря, либо с этого. Нет, только за власть. Никакого рода оппозиция. То есть партия на рута? Да. Аида, продолжают поступать вопросы из Твиттера. И вот один из вопросов. Книги или телевизор? И книги, и телевизор. Без фанатизма. Что ты читала вот в последний раз? Ну, в общем-то, сейчас я изучаю Библию. И я действительно хочу прочитать всю эту книгу до конца. От начала и до конца. Параллельно я прочитала книгу «Счастье семейной жизни» от монаха, который продал Феррари. То есть она такая небольшая, достаточно лёгкая. Робин Шарма, да? Да, Робин Шарма. И мне очень понравилось его выражение, которое гласит «Жить нужно так, как будто бы весь мир наблюдает за тобой». А какие эмоции вы испытываете, когда читаете Библию? Разные. И, как правило, позитивные. Потому что я думаю, что таких мудрых книг не так много. Аида, я хочу вернуться к мужчинам. О, ну давай. Это такая шикарная тема. Мы уже поняли, какой тип мужчин тебе нравится. То есть этот мужчина должен быть сильный, харизматичный, смелый, который возьмёт ответственность. Вот я считаю, что я, наверное, задумывалась об этом. Я думаю, что для того, чтобы мужчина мог бы быть со мной, ему нужно обладать великой смелостью. Я думаю, что так. Ну, в твоей жизни были такие мужчины, которые брали на себя такую большую ответственность? Ну, учитывая, что я сейчас нахожусь одна. А что, конкретно? Исчезли. Нет, я благодарна мужчинам, которые были в моей жизни. Потому что всё, что даётся, всё даётся не зря. Благодаря этому мужчине у меня есть дочь. Вот интересно, что многие женщины, которые были в браке, как правило, всегда благодарны своим мужьям. Не всегда, кстати, имеющим детей от этих мужей. Они, как правило, благодарны своим мужчинам, потому что ко многим мужчинам женщина относится как к учителям. А вот чему научили тебя твои мужчины? Они сделали тебя сильнее? Ну, конечно. Знаете, мне кажется, это общепризнанное правило, когда женщина расстаётся с мужчиной, это делает её определённо сильнее. Вот интересно про расставание. Как обычно ты расстаёшься? Женщины, как правило, расстаётся либо очень хорошо, либо очень плохо. А есть, когда просто рассталась. И не поняла, это хорошо или нет. Но потом так подумала. Ну, вы знаете, я считаю, что у женщины всё-таки инстинкт материнства – это один из превалирующих инстинктов. И поэтому всё, что бы ни случилось, конечно, не зря женщины становятся сильнее, становятся более осторожными, когда у них проявляются дети. Я, например, сама стараюсь каждый вечер, занимаюсь самоанализом, всегда проматываю плёнку в голове, я думаю, как прошёл сегодняшний день, с кем я общалась, что я сделала правильно, что я неправильно сделала. Вот пытаюсь вовремя разобраться. Интересно, чего больше. Да. Вот вы занимаетесь самоанализом? Вы воспитываете? Не всегда, Оксана. Я иногда прихожу и просто валюсь с ног, и я не занимаюсь самоанализом. То есть для вас это не так важно, да? Нет, даже само слово такое «самоанализ»… Ну, наверное, нет, я вот прям так не сажусь и скрупулёзно этим не занимаюсь, потому что, знаете, грань между самоанализом и самокопанием очень тонкая. Я как счастливая женщина просто благодарю день, благодарю за то, что было в нём. И просто еду… Знаете, я поняла, что я отдыхаю, в общем-то, в машине, когда я еду домой, потому что пока ты едешь, слушаешь какую-то музыку, ты как-то слушаешь себя, что ли. И я заметила, что я иногда еду и думаю, мне так радостно в душе, радостно. И если вдруг у меня, я чувствую, что подкрадывается такое, знаете, ну, как правило, физическая усталость, она тоже иногда отражается, и кажется, что ты начинаешь искать темы, чтобы погрустить. Но я точно знаю, что любого плана грусть, маленький негатив притягивает большой. То есть не нужно, знаете, вот это чувство в себе прям культивировать. Но не всегда всё бывает так идеально. Не всегда. Это же жизнь, конечно. И мы все люди, да, каждый из нас иногда совершает глупые поступки. Есть статистика, да. Глупые поступки, да. Я думаю, что в твоей жизни они тоже есть. То есть когда мы совершаем глупость, вот как ты себя ведёшь, когда ты понимаешь, что ты либо сказала глупость, либо ты её совершила. То есть как ты себя в этот момент ведёшь? Да, я это называю не глупостью, а это есть такой приём включить блондинку. Это самый лёгкий приём. И я себе прощаю это, да. Если даже я вдруг... Я заметила, что когда я не знаю, как себя вести, я иногда начинаю хохотать. В основном это... Какие случаи бывают, когда вы не знаете, как себя вести? Чего это касается? В принципе, это как с фотографиями. Знаете, иногда... Вот вы сфотографировались буквально сегодня, да, и вечером смотрите фотографии, думаете, ой, вот это плохо получилось, здесь я не очень. А через месяц достали и думаете, боже, какая красавица. Поэтому, знаете, понятие глупость, понятие... Это всё так, мне кажется, достаточно эмоционально и сиюминутно. Ты можешь каких-то людей вычеркнуть из своей жизни? И за что? Я так, собственно, не вычёркиваю, а просто, наверное, так получается, когда ты понимаешь, что какие-то отношения исчерпали себя, да, то есть можно просто как-то... Разойтись. На какое-то время, да, спокойно разойтись. Не с обидой. Ведь от обиды и от чувства там какого-то спрятанного камня, да, будет хуже только тебе. А чего вы боитесь в жизни? Я пришла к тому, что я не хочу ничего бояться. Почему нужно бояться? Ведь мы же созданы для того, чтобы жить, и я уже прожила 36 лет. Правда, неделю назад я думала, что мне 34. Я не верю в то, что у человека не бывает каких-то внутренних страхов, глубоких каких-то страхов. Может быть, вы не подаёте виду, никому об этом не говорите, но когда вы остаётесь наедине, бывают же, наверное, какие-то моменты, когда вы думаете, хоть бы так не случилось, или я не хочу этого или того. Сейчас, на самом деле, очень много практики, и это действительно помогает. То есть мы же люди, и, конечно, мы не... У нас есть эмоции, да? Но одно дело, когда страхи, которые превратились в фобии, да, или скелеты в шкафу, или комплексы, это одно. А есть обычный страх, страх, там, не знаю, темноты, страх перейти дорогу. Здорово, вам можно просто позавидовать. Айда, ты сама затронула эту тему про скелеты в шкафу, да? Что ты делаешь со своими скелетами обычно? Их нет, наверное, женщин, помимо красивых платьев Айда Кауменова, есть скелеты в шкафу. Такая картинка, отдельная вешалка. Как правило, несколько скелетов. Что ты делаешь с этими скелетами? То есть ты их прячешь, или ты пытаешься... Я выбросила этих скелетов из шкафа, пусть не засоряют мой мозг. А что для вас значат деньги? Считаете ли вы себя богатым человеком? Деньги – это энергия, и все об этом знают. Деньги – это здорово, потому что... Вам легко это зарабатывать? Я благодарна, что я зарабатываю свои деньги именно таким путем. Общаясь с прекрасными людьми, делая свою любимую работу. Каждый день я иду на работу, и я просто иду с радостью, потому что... Ну, конечно, бывают моменты, когда я устаю, и тогда я просто уезжаю. Вместо того, чтобы повернуть налево в офис, я еду направо в горы, да? То есть вы знаете, на самом деле шикарные горы. И могу два часа просто сидеть, смотреть на горы, мечтать. А что сложнее для вас? Создавать одежду или продавать ее? Вы знаете, и создавать, и продавать, я не отношу это к категории, сложно мне это или нет. Это просто то, что я должна делать каждый день, как чистить зубы, как заниматься с ребенком, как ложиться спать. А были вот тогда такие моменты, когда деньги для тебя были необходимостью? Ну, у нас всегда считалась благополучная семья, да? У нас не так много детей в семье, я и братишка, да? То есть все было достаточно хорошо, но я точно знаю, что приоритетом в моей семье никогда не были деньги. Я точно знаю о том, что все, что сейчас, и то, какая я есть, конечно, в этом большую роль сыграла моя мама, потому что она всегда стремилась к тому, чтобы давать нам что-то или поступать так, чтобы мы видели, что на самом деле в жизни есть очень много других приоритетов. А вы делите людей на добрых и злых? Нет. Я делю, я просто не делю людей, потому что люди есть люди. А что для вас значит связи в обществе и популярности? Вот для вас важны связи? Как это сейчас модно? Оксана, это удивительно. Я действительно не запоминаю фамилии, не запоминаю статус многих людей. И для меня... Я другая девочка. Мне кажется, что, конечно, связи, они приходят уже после того, как человек чего-то достиг в этой жизни. То есть этих людей нужно заслужить, да? Можем сказать. Нет, я думаю, что нужно просто хорошо делать свою работу. Чтобы тебя заметили, да? Нет. Нет? Чтобы твой труд начали ценить? Нет. У меня такая работа, да, что если я буду ставить во главу своего стола вот эти принципы, не принципы, а эту цель, да, я бы не смогла, ну, расти и быть успешной. Потому что есть... Ну, мне кажется, все об этом знают. Такого ничего в этом нет. А кто из известных людей чаще всего обращается к вашим услугам? Кто является твоим близцем? А, вы знаете, легче назвать успешных людей, которые не обращаются ко мне, нежели тех, кто обращается ко мне. И это меня очень сильно радует. Я просто иногда думаю, ну, неужели, вот, неужели эти звезды не приходят ко мне? И приходят все не вовремя. И видят, как я метаюсь между ними. Айда, а что для тебя популярность? Популярность это... Ты не боишься? То есть у каждого человека есть какой-то пик, да? То есть известности, популярности. Бывают звезды, которые сияют, да? То есть поднимаются, да? Есть звезды, которые со временем гаснут. Ты не боишься этого? Ой, девочки, довольно банально звучит, но нам лишь бы товар шел. Честно, для меня я очень рада, что я, ну, что я интересна, ну, то есть для, возможно, для людей, да, и интересна. Но я думаю, что это, ну, не просто так происходит. А как вы думаете, чем именно вы интересны? Как вы себя оцениваете? То есть не бренд, а именно себя? Именно себя. Нет, мною бы, как человеком, никто бы особо так не интересовался, если бы не мой бренд. Ну, в смысле, если бы... Это ваша работа. А может быть, я сейчас говорю о ваших личных, внутренних качествах человеческих. Что касается моих подруг, мы встречаемся не потому, что я ей докумену. Нет, нет, мы про вас сейчас говорим. Вот вы сами себя можете оценить? Ну, я точно могу сказать, что я девушка с историей. В 20 лет я училась в институте. В это время я училась в аспирантуре и уже изучала английский. В это время я мыла полы в подъезде для того, чтобы... С этого места поподробнее. Ты мыла полы в подъезде? Ну, конечно. А что с ним? Для чего? Ну, потому что мои родители мне давали, например, деньги на то, что они меня одевали красиво, да, то есть, но они считали, что я должна ездить на автобусе. А я не хотела ездить на автобусе. Тогда ездили на автобусе. А мне почему... То есть ездить на автобусе тебе не хотелось, но мыть полы в чужом подъезде ты могла? Да, потому что я знала, что я выйду утром и не буду толкаться в автобусе, а поеду на такси. Нет, а почему именно мыть полы? А другим чем-то вы не пробовали заняться? Ну, тогда я мыла окна у соседей, мне даже доплатили. В общем, у нас история о том, как мощица окон и подъездов стала известным казахстанским дизайнером. Но это говорит о том, что у тебя нет гордыни. Ну, я очень мало того, Динарочка. Я в пятом классе работала на сельхозработах и полола свеклу. Арина, о чём ты мечтаешь сегодня? И что ты можешь посоветовать тем людям, которые только мечтают стать дизайнером? Мечтаю о том, чтобы у меня было четверо детей. Я не знаю, как это должно случиться. Можно просто начать? У меня точно есть такая мечта. Я очень хочу, чтобы у моей дочери были братья и сёстры. Потому что это здорово, когда много детей. А вы могли бы усыновить ребёнка или удочерить? Вот, например... Я не буду лукавить. То есть у меня сейчас нет такой вот... Необходимости. Не то чтобы необходимости. Я не задавала себе этот вопрос. Я точно знаю, что если вдруг возникнет такая ситуация, и я увижу, что я хотела бы усыновить этого ребёнка, я это сделаю. Ну, а что вы можете посоветовать начинающему дизайнеру? Ну, советовать вообще, знаете, каждый сам наступает на свои грабли и говорит, что вот там прям советовать. Я не думаю, что я уж прям могу это делать, но по своему опыту я могу сказать, что... Ну, по крайней мере, что я говорю своей дочери? Я ей говорю, Джамилюш, вот... А ваша дочь уже определилась, что она будет будущим дизайнером? Нет, вчера она хотела быть психологом, поэтому... Я не знаю. Каждый день разные профессии, да? Вот. Ай, ну ты же наблюдаешь, ты уже 6 лет на рынке, да? Ты наблюдаешь, что появляются молодые дизайнеры, да? То есть мы их видим на КФВ, потом они исчезают. То есть недостаточно... Ну, не все исчезают. Недостаточно ведь создать коллекцию один раз и показать её зрителям, да? То есть на суть публики представить. То есть это же такой процесс очень... То есть здесь очень важна последовательность. Лучший свидетель — это время. И 6 лет — это ещё ничего, это не показатель. Понимаете? И вообще успешность — это как огонь. Успешность нужно поддерживать каждый день. А ты дрожишь с дизайнерами? Мои близкие подруги Джамиля и Салта, мы учились вместе в институте. Но они тоже дизайнеры? Они дизайнеры. А если два дизайнера дружат, то, как правило, получается, то есть нет никакого чувства конкуренции? Обязательно есть. Как ты реагируешь на, скажем, на их коллекции, да? Дело в том, что мы все знаем, что это есть определённая конкуренция. Просто вы до конца искренне друг с другом, как дизайнеры? Как дизайнеры — нет. Мы можем даже не говорить о работе и о том, что каждый какую-либо коллекцию готовит на будущий сезон. То есть если дизайнеры дружат, они дружат только как подруги, но не как коллеги? Ну, на сегодняшний день, то есть я не могу сказать, что мы... Вы знаете, могут существовать совместные проекты, да? То есть мы же не просто сами по себе дизайнеры и всё, да? За нами стоит наше производство, наше имя, наш концепт. И пока мы не создали совместных каких-то проектов, где мы могли бы вместе самовыразиться. Но как подруги я точно чувствую и знаю салту. И бывает, что мы увидимся очень редко. Ну, потому что, вы знаете, в творчестве вообще есть такое понятие, знаете, такого одиночества. Потому что творчество, и это настолько, как-то, знаете, интимно, да? То есть даже если говорить о композиторах, даже если говорить о певцах, там, я не знаю, о художниках, это именно тот вот кусочек твоей территории, куда ты мало кого можешь запустить. А тем более подругу дизайнера, да? Скажите, Аид, а бывают вот такие случаи, когда ваши друзья, коллеги дизайнеры сотворили что-то новое, да? А вы смотрите и где-то в глубине души чувствуете и думаете, что что-то это похоже на моё. Ну, а не украла ли она или он что-то, да, от меня? Мы сидели с моей подругой за одним столом. Я сижу и говорю, Матшок, вот я не помню, чтобы ты у меня покупала это платье, но я вижу, что это вроде, мне кажется, что это моё платье, но где-то я понимаю, что я не помню, чтобы ты его у меня покупала. То есть у меня какие-то смутные сомнения, то есть я не могу понять, в чём дело. Вот, я на... Ты видишь свой почерк. Да, я вижу, что это вот моё платье. Она говорит, А ты знаешь, это Кравец. Я, говорит, купила его за пять тысяч тенге. Ну, я считаю, что именно в мире моды понятие собственности идеи, это практически не... Не запатентовано, да? Не запатентуешь, в общем. И даже не проследишь за этим. И никогда невозможно никого на самом деле... Это как, знаешь, композиторы говорят, есть семь нот. Да. То есть если твоя песня похожа на мою, так всего семь нот, понимаешь? Тут аккорды может быть. Sorry. I'm sorry, it's my music. Вы знаете, я думаю, что не нужно тратить и распыляться на то, чтобы сравнивать себя с кем-то, да? Мы все так вообще чудесным образом созданы. То есть ты не тратишь время на то, чтобы следить за, скажем, творчеством своих коллег, своих конкурентов? Нет, у нас есть очень хорошее мероприятие «Казахстан Fashion Week», которое проходит два раза в год. И, конечно же, там мы обязательно просматриваем работы друг друга, да? Но это не значит, что мы там прям внимательно каждый день отправляем лазутчиков и изучаем, что делают наши конкуренты, да? Скажите, пожалуйста, Аид, вот вы не раз говорили о том, что вы являетесь слугой народа, что вы работаете для народа, что вы не за оппозицию, а за государственную власть, да? Вот что бы вы хотели сделать еще, помимо вашей основной сейчас работы, для дальнейшего процветания и развития нашего государства, как сильная женщина? Оксана, я уже говорила о том, что я не могу мыслить чересчур глобально какими-то пятилетками, да? Ну, может быть, у вас есть какие-то планы? Почему бы нет? Я точно знаю, что у меня есть возможность создавать одежду для своих соотечественниц, и я все-таки умная. Динара, я все-таки умная. Даже когда пять лет назад мне задавали вопрос о том, что а хотите ли вы выходить на европейский рынок, а хотите ли вы участвовать на модных показах, неделях моды в Европе, я уже тогда говорила о том, что, вы знаете, у нас... Ну, почему мы все должны аккредитовываться на каком-то зарубежном рынке, да? То есть это... Но это же ведь еще и является... Статус, да? Определенный статус. Помимо статуса, почему... Аккредитация. Определенная аккредитация. Это не комплекс. Нет, это не комплекс. Это нормально. То есть мода, она родиной моды является Европа. И это нормально, потому что именно Европа... Я в последний раз была в Париже и ничего не нашла. Самое удивительное, что... То есть вы не стараетесь, как бы... Но это же является продвижением не только вашего бренда, а как бы таким образом вы могли бы сделать Казахстан еще более популярным, узнаваемым. Тогда здесь нужна, мне кажется, поддержка государства. Да, Ида? Вы знаете, сейчас именно то время... Поэтому нужно идти в политику. Нет, я не думаю. Сейчас именно то время, когда государство и направило свой взор на то, чтобы создавать условия и улучшать возможность роста государства за счет малого и среднего бизнеса. И завершая наш интересный разговор, мне хотелось бы узнать... Ты очень часто даешь интервью нашим коллегам. Сегодня мы очень интересно поговорили. Но наверняка есть какой-то вопрос один, который ты все время хочешь услышать, но до сих пор тебе его еще никто не задавал. Какой это вопрос? Дорогая, ты хотела бы выйти за меня замуж? Айда, спасибо, что ты пришла к нам сегодня. Я Иду Кауменову знаю давно, и все это, наверное, уже знают. Мне интересно, Оксана, сегодня ты познакомилась впервые с Аидой здесь у нас в программе. Мне интересно твое мнение. Вот что ты для себя открыла сегодня? Я на самом деле узнала очень многое, но, честно говоря, не поверила вашим словам, когда вы сказали, что вам до сих пор ни один мужчина не сделал предложение. Вот честно, не верю. Этого не может быть. Я представляю, сколько мужчин теперь кинутся к вашим ногам. Ой, я думаю, что я устрою кастинг. Аида, спасибо, что приехала, прилетела специально из Алматы. Это была программа «Статус Кво». И сегодня у нас в гостях была известная дизайнера Аида Кауменова. И с вами были мы, Оксана Петерс, и я, Динара Саджан. Спасибо вам за внимание. Смотрите нас каждый четверг, и спокойной вам ночи. Субтитры подогнал «Симон»